Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбан Гулыберда Мухамедов вместе с внуками и правнуком посетил Арчман. В Ашхабаде открылась выставка-ярмарка Kids Expo «Все для детей». Туркменистан и Турция обсудили сотрудничество в сфере международных перевозок и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслыхаты Туркменистана Гурбан Гулыберда Мухамедов, находясь в трудовом отпуске, посетил санаторий Арчман вместе с внуками и правнуком. Во время экскурсии по территории санатория он поинтересовался знаниями, полученными ими в период учебы, их увлечениями и изучением иностранных языков. В столице Туркменистана распахнула свои двери международная универсальная выставка-ярмарка Kids Expo «Все для детей». Это грандиозное событие, привлекающее внимание тысяч посетителей, обещает стать настоящим праздником для маленьких горожан и их родителей. Выставочные павильоны, расположенные в мобильном выставочном центре Kids Expo за отелем «Каракум», наполнились яркими красками и детским смехом. В первый день выставки посетители смогут насладиться красочными показами мод детской одежды, принять участие в познавательной сессии по профориентации для подростков и их родителей, а также стать зрителями захватывающего представления юных тэквонзистов. В Стамбуле прошла встреча генерального консула Туркменистана Авезова с руководством Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Турции. На встрече также присутствовали представители транспортно-логистического центра Туркменистана. Стороны обсудили инновационные подходы к развитию транспорта и логистики, включая использование цифровых технологий для улучшения транспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества между Туркменистаном и UND. Делегация Туркменистана отправилась в Москву для участия 21 августа в концерте «Поистине стал он устами Туркмении», посвященном 300-летию Махтум-Кули-Фраги. Концерт проводит Московская государственная консерватория в рамках Международного музыкального фестиваля «Собираем друзей». В рамках концерта также пройдет лекция «Наследие Махтум-Кули и современное музыкальное искусство». В связи с изменением расписания мероприятий государственного уровня сроки проведения инвестиционного форума Туркменистана перенесены на 10-11 сентября. Ранее сообщалось, что Ашхабад готовится принять более 100 делегатов из 20 стран на этом важном событии, организованном Министерством финансов и экономики совместно с Министерством иностранных дел Туркменистана. Мероприятие уже вызвало значительный интерес среди международных СМИ и финансовых кругов. Глава Республики Татарстан Рустам Миниханов в своем телеграм-канале поделился фотографией туркменского алабая Агдосто, сидящего рядом с корзиной с грибами. Подпись под фотографией – добыча. После дождей в начале августа в Татарстане идет активный сбор лесных грибов, и жители частенько хвастаются в соцсетях своей добычей. Рустам Миниханов не остался в стороне и разместил в соцсетях фотографию большой корзины с грибами, которую он собрал в воскресенье на прогулке с Агдостом. В рамках празднования 78-го дня независимости Индии прошла масштабная патриотическая акция – тирангов в каждый дом. Инициатива властей страны вызвала беспрецедентный отклик среди населения. Более 50 миллионов граждан загрузили свои селфи с национальным флагом на специально созданный для этого веб-ресурс. Компания, проходившая с 9 по 15 августа, охватила всю страну. В Казахстане завершился чемпионат Центральной Азии по джиу-джитсу, где туркменский спортсмен Джарил Мухаммед Ходжамурадов завоевал титул чемпиона среди взрослых. В весовой категории до 77 килограммов в дисциплине «Контакт» Ходжамурадов не уступил ни одному сопернику, одержав победу в финале над казахским спортсменом. В турнире приняли участие 570 спортсменов из шести стран, включая Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Италию и Туркменистан. Туркменистан был представлен 26 спортсменами, которые завоевали в общей сложности 17 медалей – 2 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых. В рамках многопрофильной выставки Kids Expo, которая проходит на территории мобильного выставочного центра за отелем «Каракум», Федерация футбола Туркменистана организует специальную секцию для детей. На этой секции дети смогут сделать свои первые шаги в мир футбола, познакомиться с известными футболистами страны и даже поиграть с ними. В секции, напоминающей мини-футбольное поле, будут проводиться интересные беседы о футболе. Также дети смогут попробовать свои силы в футболе в формате фиджитал. Действующий чемпион Туркменистана ФК Аркадак оказался во второй корзине перед предстоящей жеребьевкой групповой стадией Лиги вызова АФК сезона 2024-2025. Азиатская футбольная конфедерация опубликовала расписание команд по корзинам. Групповой этап Лиги вызова АФК пройдет в централизованном формате. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Жеребьевка 22 августа определит окончательный состав группы и соперников Аркадага в предстоящем турнире. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркминпортал – ваш самый надежный источник новостей. Субтитры создавал DimaTorzok